После паузы с нами Андрей Александрович. Здоровье добавило ли вам положительных эмоций, что в вашей ситуации сейчас важна? Это ничья или вы все-таки больше расстроились, потому что к победе команда была близка? Спасибо за пожелания. Слава Богу, все нормально. Были некоторые ограничения, они уже в прошлом. Конечно, очки всегда в копилку и они добавляют положительных эмоций. Что касается матча сегодняшнего, мы готовились очень серьезно, разбирались соперника. Ожидаемо соперник выстроил свою игру в сегодняшнем матче. И, как я говорю, когда мне нравится игра, вы знаете, сегодня был футбол в нашем исполнении. Мы играли в футбол, мы создавали моменты, мы контролировали мяч, мы интересно созидали в атаке. И счет 0-0. Да, мы очко сегодня приобрели, оно в копилку, но я считаю, по моментам мы наиграли на победу. Только вот в памяти у меня два момента 100% на Хулипового. Это штанга и выход один в один. И плюс момент у Гелезидинова тоже наподобие такого, когда они разыграли здорово. Там и Царукян, и Ткачук, и Козлов здорово провели трехходовку. Это моменты на голы, это моменты, которые заставляют трибуны встать и гнать команду вперед. Вы это видели. Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые сегодня пришли на стадион. Сегодня было их очень много. Сегодня реально я вспомнил те времена, когда еще сам играл, и стадион гнал вперед, и волна была. Сегодня было много болельщиков. Я хотел бы сказать искренне большое спасибо и болельщикам, которые, может быть, не так часто ходят, и тем болельщикам, которые постоянно за воротами нас поддерживают, и вместе, и до конца. Это 100%. От себя лично хотел бы поблагодарить за поддержку, которую дали мне в минуты, когда немножко приболел. Большое спасибо. Это добавило сил и эмоций. Это здорово. А сегодня я хотел бы просто порадоваться этому футболу, который мы продемонстрировали. Жаль, мы не дожали. Жалко, мы сегодня не выиграли. Но мы должны были это сделать. Это заслуга наших футболистов. Это заслуга вот этой организованной, подчеркиваю, организованной банды, которая способна на многое. Они не скромные. Они делают, делали и будут делать. Андрей Александрович, Рубин, скажем так, команда более возрастная, чем Волгарь. В связи с этим делали вы ставку, скажем так, на финальный отрезок матча, или же, благодаря эмоциональному порыву, Волгарь так атаковал? Вы правильно заметили, мне тоже так показалось. Я думаю, что просто наша команда физически хорошо готова. И в концовке встречи мы не сбросили оборотов. Своё желание дожать и довести этот матч до победы мы показывали своим движением и своими атаками, которые проводили вблизи ворот Рубина. Поэтому я считаю, это всё закономерно. Спасибо. Чего не хватило больше сегодня? Удачи или же всё-таки, может, какого-то исполнительского мастерства, может быть, каких-то нюансов? Я не знаю, вам виднее, вы были футболистом, мы футболистами не были. Потому что матч попадал и в штангу, и действительно было очень много моментов для игры с такой командой, какой является Рубин. Ну, конечно, всё в совокупности. Но не хватило и исполнительского мастерства, и любой гол. Ну, не бывает забитый гол, чтобы там не было элемента везения, фарта. Это всегда так в футболе. Но и исполнительское мастерство, оно тоже не менее важно. Поэтому здесь как-то в совокупности. Чуть поудачливее уже. Данил Липовой уже увидел мяч в воротах, а он, зараза, не закатился. Хотя момент был на гол, и топовый момент создали. Поэтому всё в совокупности. И исполнительского мастерства чуть не хватило, и везения немножко не хватило. Сегодня Волгарь прервал свою очень длительную серию, которая началась ещё в прошлом году с забитыми голами. Поэтому и такой вопрос. И Волгарь на глазах меняется. Если раньше вы больше думали, может быть, нам так казалось, как сохранить ноль, то теперь вы больше думаете об атаке. Это действительно так или это такое ощущение после сегодняшней эмоциональной игры? Мы играем организованно, дисциплинированно во всех зонах. В первой, второй, третьей. Если вы обратите внимание, если в средней зоне мы обороняемся, у нас порядок в обороне. Если нас соперник отодвигает немножко ниже, то также обороняемся компактно, надёжно на своей половине поля. Сегодня многие моменты складывались так, что при отборе мяча нам удавалось проводить атаки. Проводить атаки и отодвигать игру на чужую половину поля. Тем самым владеть инициативой, владеть мячом на чужой половине поля. Поэтому игра на игру уже не похожа, правильно? И соперники разные. Плюс наше состояние не одинаково в каждую игру. Этот цикл был, допустим, немножко короче. Я опасался, что успеем ли мы восстановиться после такого перелёта. Там не совсем простая логистика у нас была, добирались из Ульяновска. Но, тем не менее, хотел бы поблагодарить ещё раз наших футболистов. Они молодцы. Сегодня был футбол. И я очень рад и горд за нашу команду. Юрий Анатшин Кульбаев, главный тренер одной из лучших команд первенства, одного из лидеров, которая здесь приобрела очко по характеру игры. И всё-таки вы в любом случае их теряете в силу стоящих перед командой задач. Да, я думаю, что в большей степени потеряли, но к ребятам никаких претензий. Они всё, что мы планировали, выполняли, старались. То есть такая боёда острая, я считаю, игра была, особенно во втором тайме. Вот. Команды имели моменты. Закончилось вот 0-0. И вратари сыграли хорошо, и штампы спасали, в том числе и нас. Я считаю, что, во-первых, команда соперников не зря находится на таком месте, дисциплинированно очень играет, использует свои сильные стороны. Мы знали об этом, но ключи к обороне соперника не подобрали. Одну из сильных сторон и один из главных козырей Волгаря вы сегодня дезавуировали. Практически не было никаких стандартных положений у ворот Рубина. Так получилось, или же это была установка? Вы безусловно разбирали. Да нет, мы вообще стараемся минимально нарушать правила на своей половине поля. Но сегодня такая игра была, что соперник, хозяева использовали быстро атаки в основном. И особо там фалить приходилось только в центре поля, чтобы сорвать эти атаки. У нас достаточно квалифицированные футболисты и ростовые данные, физические возможности есть, для того, чтобы минимизировать вот этот риск при стандартах. В Волгаре при этом очень много провел быстрых атак, и они были для вас предельно опасными. Это их заслуга или же ваш риск, который... Нет, нет, это козырь, да, козырь хозяев. Мы на этот риск шли, мы пытались большой группой игроков находиться на половине поля соперника. У каждого есть свои козыри, видите. То, что козырь Волгаря работал, ну, не до конца. Мы тоже свои там определенные действия делали, чтобы обезопасить себя. Но это футбол. Моменты были, я думаю, болельщикам понравилось. В том числе, я думаю, что и нашим болельщикам понравилось. То есть ребята отдали все силы. Спасибо болельщикам, что добрались сюда в наше непростое время. Они молодцы, всегда нас поддерживают. Только в огромной благодарности. Илья Анатольевич, по поводу дебюта. В стартом составе сегодня Набиуллин вышли, Уридия. Как можете вообще оценить их игру сегодня? Ну, может быть, они на 100% не готовы, поэтому и сыграли там меньше. Эльмир провел 45, это плановая такая была замена, чтобы он свои минуты получил. Определенные козыри его хотели использовать. Там и скорость, и подача с фланга. Я думаю, что он втянулся в общую группу, поэтому определенные ротации есть. Определенные какие-то замыслы были для того, чтобы изменить, ну, удивить как-то соперников, хозяев, изменить немножко структуру. Больше в человеческом плане, там, переставить местами. Мы поставили Самошникова. Я думаю, что определенные ходы были неплохие. Другое дело, что дивидендов это не принесло. Ну, а так у нас группа игроков, которые всегда готовы выйти на поле. В том числе, вот, и Эльмир сегодня, вместе с Мирабом. Отыграли свои минуты. Спасибо.